Ночь с 23 на 24 ноября выдалась крайне неспокойной для жителей окраина Макеевки. На шахту имени Кирова и близлежащей к ней поселке около часа ночи прилетел залп РСЗУ «Ураган». Шахта имени Кирова, окраина города Макеевки. Судя по всему, именно сюда целились украинские артиллеристы, пытались накрыть именно ее, но как обычно это бывает, шахта пострадала не особо сильно, сюда прилетело всего несколько снарядов из всего залпа. Основная масса снарядов пришлась на поселки, находящиеся в непосредственной близости от нее. К счастью, никто не погиб, никто не ранен, хотя серьезно пострадали дома, многие из них разрушены полностью. Военным корреспондентам телеканала «Новороссия ТВ» удалось насчитать 8 воронок от хвостовиков «Урагана». Найденные воронки дают возможность определить направление полета снарядов. Найденная воронка, предположительно, от Тарцезло «Ураган», неподалеку от поворота на поселок Свердлово-2. Сделяется за то, что залп был произведен со стороны Дебальцева, как раз где находится Дебальцевский котел, где находятся позиции ВСУ. Минимум три снаряда разнесли жилые дома в поселке Свердлово, несколько снарядов упало в поселке Колосниково, остальные покосили деревья вдоль трассы. Приехали в Макеевку и наблюдатели ОБСЕ. Они осмотрели разрушение жилого сектора и выслушали все жалобы местных жителей. Нам остается только надеяться, что в отчете ОБСЕ будет отражена истинная картина произошедшего. Доносите, доносите нормально, доносите, чтобы все это не делали. Почему так правительство нас не выпит и почему он у нас так выпит? Семи способами, как может он. Тем более незаконно. И не вцу нас не может заседать. Доносите, доносите, доносите. Доносите, доносите, доносите.